МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИН ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ В МОМЕНТ ВЫХОДА СПОРТ-М ИЛЬЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИЯ ПОЛОСКОВ МОГИЛЕВЧАНИИ И я думаю, все должно получиться В финале Кубка сильнейшие спортсмены со всего мира И на 20-летнего Могилевчанина в таком юном для пятибурья возрасте Уже возлагают большие взрослые надежды Ну, в Рио-де-Жанейро, хотите увидеть? Конечно, к этому стремимся и планируем И тренер подводит таким образом спортсмена Чтобы он получил зачетные рейтинговые очки И, да, возможность велика попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро Чтобы поехать в Рио через год, надо побеждать в Минске В нашей столице во время Кубка разыграют две лицензии на Олимпиаду Но это не последний рейтинговый старт, где можно и нужно набирать очки Они в итоге сложатся в заветную путевку Учитывая тот факт, что он еще молодой спортсмен Выступает по юниорам Но уже есть, скажем так, все данные у него И выступления, которые соответствуют тому, чтобы он попал на Олимпийские игры Ну, а как сложится Минский финал для Ильи и нашей сборной Расскажем уже в понедельник Вечером среды футбольные клубы страны провели матчи 1-32 финала Кубка Беларуси Играли представители низших дивизионов Среди них четыре клуба Могилевщины Перволиговый Днепр встречался с Минским лучом и победил со счетом 3-1 За Могилевчан забивали Павел Бородуков, Максим Ходенков и Александр Балдыков Результаты других команд на ваших экранах Таким образом, в следующий раунд 1-16 финала прошли Могилевский Днепр и Шкловский Спартак На этой стадии к ним присоединится и Бобруйская Белшина Добавим, далее для определения победителей будет проводиться два матча Дома и на выезде И вот какие пары получились после жеребьевки Обращает на себя внимание дуэль Шкловского Спартака с чемпионом стороны Борисовским Боте Осталось добавить, матчи пройдут 18 июля и 1 августа Уже завтра в Баку стартуют первые Европейские игры 2015 Могилевщину на соревнованиях такого масштаба представит 17 спортсменов Среди них ряд титулованных атлетов Которые принимали участие и побеждали в Олимпийских стартах На европейских играх на них возлагается не меньшая надежда Ну, братья Богдановичи, это уже планку задали высокую Я думаю, они будут свои рейтинги поддерживать Безусловно, хорошая школа у нас стрельбы из лука во главе с Антоном Прилеповым Кроме этого, представители Могилевской области выступят в таких видах спорта Как бокс, самбо, вольная борьба, батут, плавание Всего в программу европейских игр вошло 30 видов спорта В 11 из них будут разыграны лицензии на Олимпийские игры 2016 Так что это неплохая возможность оценить свои силы перед поездкой в Рио-де-Жанейро Конкуренция на европейских играх ожидается немалая 49 стран-участниц, более 6 тысяч спортсменов Прямую трансляцию открытия покажет телеканал «Беларусь-1 пятница» в 7 часов вечера Спорт-М также будет следить за выступлениями наших атлетов В Могилеве прошел традиционный республиканский турнир по стрельбе из лука 74 спортсмена из пяти областей нашей страны приехали побороться Не только за призы, но и за возможность стать одним из лучников национальной команды Именно они и будут защищать нашу страну на соревнованиях мирового уровня Здесь стреляют и самые сильные спортсмены нашей республики Это вся штатная национальная команда И, скажем, следующее звено и резерв, и стажеры И также мы проводим категорию юноши-девушки То есть это младшие наши спортсмены Которые в свою очередь тоже готовятся к участию в Кубке Европы Турнир стал последним этапом подготовки белорусских лучников к первым европейским играм Антон Прилепов, Александр Лягушев, Анна Марусова Вместе с еще тремя сборниками уже в Баку Также есть спортсмены, которые подают надежды на перспективу Много представителей именно Могилевской области Здесь, в этом регионе, самое большое развитие стрельбы из лука у нас в республике Специалисты отмечают, что в Могилеве не просто хорошая подготовка лучников, а самая лучшая в стране Об этом говорит состав штатной команды национальной сборной Из 11 лучников 7 наши могилевские ребята Позиции не изменили и результаты этих соревнований Где среди лидеров вновь оказались могилевчане, в том числе и юниоры Ведь в состав команды мирового уровня хотят попасть все начинающие спортсмены Конечно же, выиграть олимпийские игры Вот, ну, конечно, каждый день по две тренировки В ближайшее время поедем в Рим Там, ну, надеемся достойно выступить в Рим Тренеры уверены, что у юниоров все получится Ведь Рим – это только начало Футбольный праздник ждет любителей игры номер один в эту субботу В Могилеве поступили разумно и разнесли по времени два матча Первая игра тура второй лиги между Торпедо и Жлобином Начало матча в три часа дня Второй игра тура лиги первой Могилевский Днепр после победы в Кубке страны принимает березу Тут стартовый свисток прозвучит в 18.00 Запасайтесь хорошим настроением и приходите на футбол Если вы нас смотрите в пятницу утром, самое время заняться зарядкой А если в четверг вечером, то запоминайте, утром будете повторять Это была программа «Спорт М». Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok